Посмотрите на его бывшую жену, на Люсю. Вот можно, наверное, что-то понять по бывшей супруге. А, кстати, о Люсе. Вот если мы уже поговорили. Вы верите, что она вышла замуж, или ей представили какого-то КГБшника? Я просто думаю, что, может быть, там было согласовано, что она, возможно, когда они развелись, говорила, а что, вот сейчас ситуация такая-сякая. Ну вот напиши, что ты в браке с таким-то. Это тоже не важно. КГБ может, да, может, нет. Считай, что ты в другом браке, ты ко мне никакого отношения не имеешь. Но это ее не спасло. Все равно попал под санкции, заморозили имущество. У нее в Англете дом, как у ее дочери Екатерины. Это Биорид с Англеты рядом два города. И, соответственно, я думаю, что это просто какая-то операция прикрытия, а не такие люди. Ну да, чтобы она под присмотром была все время. Ну, возможно, да. Скорее всего, я склонен думать, что так. Потому что все у них браки, они какие-то алхимические. Вы понимаете, там нету ни чувств, ничего. Она же проговаривалась. С ней делали несколько интервью больших. Она же проговаривала, что, например, дословно она рассказывала, еще пока в браке находилась, что вот типа Володя очень склонен к черному юмору. Он как-то все издевается. А я вот не могу. Я вот когда вижу реальные там беды, я вот типа переживаю, а он вот... Ну, можно додумать, в чем выражается. То есть, в принципе, это очень похоже. Она утонула. Понимаете? Ага. Она утонула. Я думаю, он ко всему так относится. Шизоидная ли эта характеристика? Я не психолог. Этим занимается даже не там... Ну, психиатрией, конечно, но и частичной психологией. Но психиатрия это клинической частью занимается. Я не такой. Я не могу определить. Но явно расстройство личности налицо. Из того, что я изучал по судебной психиатрии, для меня совершенно очевидно. Но расстройство личности это не заболевание. Это, может, свойство большого числа людей. Расстройство очевидное. Насчет заболевания нужно диагностировать специалист. Но то, что он нездоров в очень широком смысле и причин, видимо, там немало, это определено. Он не чувствителен вообще ни к человеческой боли, ни к человеческой ценности, вот как humanity, что люди умирают. Он не чувствителен вообще. Многие говорят, что это свойство власти. Когда достигаешь ее больших высот, нельзя быть чувствительным, потому что иначе не сможешь руководить. Ну, наверное, это справедливо. Наверное, это справедливо. Но есть же тоже мера какая-то. Есть хотя бы какая-то картинка, какое-то изображение. По всему по нему видно, что это абсолютно пренебрежительно относящиеся к человечеству, достоинству, личности, свободе, ценности человеческой жизни человека. А все почему? В Бога не верят. Но это уже не моя информация. Это вот, пожалуйста, действительно он был реально, этот Пугачев из Межпромбанка, он действительно был реально в первые годы очень близок к Путину. То есть это без Б, что называется, они жили рядом, и он с ним общался, он ему помогал и так далее. И он говорит, что да, он, конечно, ни в какого Бога никогда не верил. То есть это все он даже смех вызывал. Хотя демонстрирует, там ходит с Кириллом под руку, там целуется. Вы правда верите, что Кирилл верит в Бога? Конечно нет. Как может верить в Бога человек, который торгует сегаретами и водкой? Конечно. Из акцизов. Ну это смешно. Сейчас у него масштаб повысился, это он еще в 90-х пробавлялся, он за это отвечал. А сейчас тоже он ворочает, знаете, они криптовалюты не брезгуют. Это известно. РПЦ нормально работает. Она там подымается. Ну он, естественно, со своим окружением, митрополитами. Но бог бы с ним. Это уже его личное дело, это его тяжба с Творцом. Как он там будет отчитываться? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok